Всем привет, ребята! Прежде чем мы начнем, хочу вам по-быстренькому рассказать, что у меня появился Бусти. Так что, если ты хочешь посмотреть новые ролики в раннем доступе и получить множество всяческих плюшечек, то ссылочка на него, конечно же, находится в описании. Там уже вышли новые ролики по Stacklands, новые DLC по Little Inferno, и также там уже есть новая серия по Days by Gono, поэтому ты знаешь, что случится чего делать. Ну, приятного тебе просмотра, а мы начинаем. Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в просто божественнейшую игрушку под названием Days by Gono. И сегодня, ребята, у нас будет возможность открыть, опять же, множество самых разных предметов, потому что мы с вами дошли до 40-го дня. Также у нас есть эпический наш меч, который позволяет нам быстро проходить волны. И также я еще вне серии подфармил бабла и подзаработал ключей, что означает, что мы прямо вообще должны быть неплохо открыть сегодня контейнеров разных. Так что, надеемся на легендарочку, потому что легендарки мне как раз не хватает либо персонажа легендарного, либо, конечно же, легендарное какое-нибудь оружие более высокого дня. Я, в принципе, даже готов получить эпическое оружие какое-нибудь, потому что если эпическое оружие будет с 40-го дня, оно, конечно, будет намного мощнее. Но я надеюсь на легендарку, поэтому наша задача план легендарка. Опа, нифига себе, демонюха вышел. Так, давайте охладим демонюку, нечем тут это шастать. Давайте еще молнии в него втащу, я, правда, не успел видеть, сколько ему урона нанес. Не подходи, не подходи, гаденыш. Не надо сжигать мой каменный, великолепный, прекрасный супер-ультразабор, который дает мне больше денег. Слушай, ты что, обалдел, что ли? О, я успел в него попасть. Его как будто бы Гарр просто удочкой порвал, судя по всему. Плюс контейнер, великолепно, Х2 бонус. Ну что, давайте откроем контейнеров. И... Так, у меня надо, правда, сначала еще вот сюда зайти. Забрать себе, например, вот этот вот контейнер за 500 ключей дополнительный. Также Hero Ticket и еще один Hero Ticket. И пока у меня все кончилось, да? Ну да, ладно. Так, сейчас будем открывать. Надеюсь, хотя бы я что-то сегодня прям хорошее получу. Вот что-то есть чувство, что сегодня должно быть-то что-то. Сегодня должно быть хоть что-то. Поэтому давай, открывайся. Пожалуйста, можно мне что-то мощное? Я хочу силы. Да, там же была базука. Опять все легкие. Ну, спасибо, что не Кирка, конечно. Ну, ладно. Открываем следующую. Смотрим, ждем. У меня даже синие вещи не падают нормальные. Че это такое, Кирка? Спасибо, боже. Мне только топора не хватает. Я, не знаю, пойду себе дом построю. Так, следующий. Окей, пробуем еще раз. Возможно, теперь мне что-нибудь выпадет. Давай. Давай. Эпическая. Хотя бы легендарная синяя бумеранга. Просто максимальный синий трэш получил. Ну, просто потрясающе. Ну, что это такое-то? Что ты надо мной так издеваешься? Что я тебе плохого сделал? Эх, ладно, окей. Продаем вот это. Так, я куплю себе еще, пожалуй, один контейнер. Я должен добить эту игру. Я должен получить свою легендарку. Ничего не знаю. Открываем еще один контейнер. Пошло-поехало. Там дюрандаль был. Можно мне дюрандаль, пожалуйста? Он звучит красиво. Лучше, чем экскалибур, по-моему. Дюран... Гала... Что? Нифига себе, легендарка! Я шуруфлил вообще. Галатин, галантайн, как это называется? Легендарочка! Вау! На сороковом дне. Ей! Наконец-то! Ааа, да. Так, ну что? У нас новое оружие. 14 урона имеет. И у него есть саншайн способность. Давайте посмотрим, что это такое. Так, не знаю, насколько это будет крутая для нас тема. Но это вроде бы оружие из аниме. Или мне кажется? Если что, поправьте меня в комментариях. Так, ну у нас есть возможность еще открыть персонажиков. Поэтому давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Нам выпал Фред. Фред абсолютно бесполезен для нас. Открываем следующего. Так, кто у нас здесь выпадет? Нас Гвен. Прекрасные просто мусорные персонажи, судя по всему. Но, по крайней мере, их качество просто никакое. Поэтому вряд ли они меня сильно заинтересуют. Но я чувствовал, что сегодня даже дождь что-то выпасть. И нам выпала. Выпала легендарная вещь. Я доволен. Так, что я еще могу получить? Открыл героев. Ну, хотя бы что-то полезное от того, что я открыл героев. Так, давайте больше снарядов-то сделаем. И четыре снаряда по 60% сейчас должны быть. Плюс у меня, не знаю, там вложимся в ману. Все, что осталось. И пойдем тестировать новое оружие. Легендарочку. О, ну как круто она выглядит. Ядрить колотить. Вот это неплохо. Так, снаряды полетели. А, слушайте, погодите, ну-ка. Я, кажется, начинаю вспоминать, что это за оружие. Вроде чем дольше мы с вами сражаемся, тем мощнее оно вроде становится. Если я не ошибаюсь. А, да, вот оно начало светиться, смотрите. Во! По 105 урона каждый клинок сейчас наносит. Ну, у нас, конечно, прокачка не максимальная. Но они потихонечку становятся все жестче и жестче. То есть на финальном боссе ядрить просто святой артефакт. Посмотрите, как он сияет. Он еще отскакивать начинает. Так, к сожалению, правда, наверное, этот эффект не бесконечный, да? Потом, наверное, мы ослабеем немного. Но, блин, спокойно вообще зачистили. Так, пока что еще. А, вот все, закончился эффект. Но все равно и урон у него вполне себе. И когда эта штука срабатывает, ни один босс, наверное, перед нами вообще не выстоит. Просто возьмем с метем босса за считанные секунды. Окей. Будем считать, что это оружие для уничтожения боссов в основном. Против врагов она, может быть, не настолько эпично фигачится. А вот прям против боссов, я думаю, что это должно быть богоподобная вещь. Просто всех покарать, да? Так, ну, пока что, пока что проблем не возникает. Врагов мы уничтожаем. Значит, это оружие явно не хуже, чем было прошлое. Наша эпическая сабля. Поэтому я считаю, что мы с вами выбили годноту. Хотя, если вы шарите, если у вас есть все виды легендарного оружия, вы, опять же, можете написать, какое, по вашему мнению, было самое офигенное, самое легендарное, самое крутое, с самой приятной полезностью, я посмотрю и буду надеяться потом, возможно, что именно эта вещь, по вашему комментарию, мне потом выпадет. А может быть, я получил самую имбу, как вариант, и может быть, это вообще просто самое богоподобное оружие. Но узнать об этом сможем чутка только позже. Когда я еще максимальное количество снарядов разобью, например, мы докачаем навык, чтобы у меня вылетало там по 20 топоров за секунду, и тогда я уже смогу смело говорить, насколько этот топор прекрасен, насколько он хорош. К сожалению, не обладает постоянным эффектом. Если бы у него постоянно была вот эта святая аура, тогда это было бы просто охренеть, какая тема. Ну, а так только момент, когда ты прям супер-мега радуешься, а потом немножечко грустишь от того, что где тот самый момент, когда мы с вами пипец как радовались от того, что клинок бустанулся просто как только возможно. Кстати, пускай сегодня тогда будет кодовое слово легендарный, поэтому пиши легендарный, получишь от меня лайк. Так. Ну и ждем 45-й день, потому что у нас будет возможность открыть еще что-нибудь. Но, знаете, теперь я хотя бы подуспокоился в том плане, что я не буду теперь гемы прямо так расходовать на то, чтобы покупать себе орудия. Коробочки, точнее, покупать. Я, пожалуй, теперь буду гемы копить, либо покупать дополнительные слоты для героев, либо дополнительные слоты для заклинаний, и все в таком формате. Так что теперь можно хотя бы не так яро коробки открывать. Фармим, получаем их где-нибудь, вот это используем. Кстати, скоро у меня должен быть 50-й день, а и на 50-м дне у меня должно будет расшириться количество друзей, поэтому я смогу еще добавить себе друзьяшек, и получить еще из них сердечек, как и вы с меня можете получить сердечки. Вот, и возможно мы с вами еще что-нибудь любопытное получим. Если было бы еще одно легендарное оружие, я бы хотел себе какой-нибудь пулемет, знаете. Топор это, конечно, офигенно, но прикиньте, если у меня был бы легендарный пулемет, это бы тоже было хорошо. Лучше, конечно, получить легендарный пулемет где-нибудь на дне сотом, а сотом дне легендарный пулемет бы наверняка дамажил больше, чем наш топор, хотя, кто его знает. Так. Ну все, давайте, мужика-то мне или кого, кто сейчас выйдет. Так, у нас был демон, у нас был скелет, у нас был дракон, мужик у нас давно не появлялся, так что сейчас должен появиться тот самый мужик, да? Нет, Минотавр. Нифига мы его дамажим, кстати. Смотрите, пипец у него хп улетает, это еще и не раскачанный был клинок. Ну боссов он спокойно дезинтегрирует вообще. Так, ну спасибо за контейнер, так сейчас я его реализую. Ну пойдемте откроем новые контейнеры. Так, и сейчас что-нибудь еще разблокируется. Что новое разблокируется? Новая магия открылась. Glacial Prison, то есть Prison. Мы с вами можем, так, заморозить врагов, судя по всему, на 3 секунды по вертикальной линии. То есть это будет массовая заморозка, не круговая, как у нас до этого была, а чисто линию можно будет заморозить, судя по всему. Интересно, может быть потом прикуплю. Но пока что давайте откроем еще контейнеры. Может быть нам еще до легендарочка выпадет, а? Почему бы и нет? Ну я уже особо не рассчитываю, прям... Любопытно. Окей, новый лук. Выглядит круто. Прям красивый лук. Я хочу его попробовать. У меня, конечно, есть легендарное оружие, но я хочу попробовать эпическую вещь. Теперь... Потому что прям красивый такой лук. Прям вау. Ну и, конечно, офигеннейший серебряный лук бесполезный. Выпал супер-мега-красивый. Прям вау. Просто лук и вот эта вот какашка. Так, 10 маны, плюс 1 проджектайл, 11 дэмэджа и самонаводка, судя по всему. Любопытненько. При этом еще, кстати, руны потом можно будет вставлять наше оружие, поэтому мы еще его бустануть сможем. Но я вот сейчас похожу вот с этим орудием. Хочу его потестить. Так, дэмэдж мы с вами качать пока не будем. Покоплю деньги. Так, и что мы еще получили? Мы с вами получили за снаряды награду. Дальше, кстати, еще одного босса нужно будет завалить. Мы получим еще дополнительное количество гемов. Ну, гемы я пока тогда копить буду, как вариант. Ого, 2 лука. Нифига себе, я жесткий. Вау! Кстати, а, самонаводки как таковой нет, но они... Она как бы есть, но она не совсем самонаводка. Я просто управляю снарядами, да? Я почему-то думал, что это именно авто-АИМ какой-то будет. Ну, вот так вот можно теперь стрелять. Смотрите за то, я как могу сделать. Настрелять снарядов куда-нибудь вот туда, и потом через время их вернуть, и у нас еще большее количество снарядов может вылететь. Ну да ладно. Чисто 2 лука. Гангстер, ё-моё. Вместо двух пистолетов сразу же фигачим с двух луков. Почему бы и нет? Вполне себе тема такая, да? Накидаем всем, и все. Ну, лук, слушайте, ничуть не хуже, чем наш легендарный топор. Легендарный топор нужно брать, когда у нас боссы, а вот так вот можно и вполне себе из этого лука всех пофигачить. Это я еще урон особо-то не качнул. То есть я урон раскачаю, будет еще веселее. У этого лука само по себе плюс 11 урона, но... Судя по всему, каждая стрела наносит где-то 29 единиц дэмэджа. Ну, наш до этого лазерный меч носил по 300 дэмэджа, но с другой стороны здесь огромное количество стрел вылетает. И я ими контролирую. Так что пока нормас. Но потом, наверное, поменяю или оставлю в коллекции, либо разобью на рубины, чтобы открыть себе еще что-нибудь более эпичненькое, более легендарненькое. Ну, блин, красиво, красиво. Не знаю, это прям красивое оружие. Теперь мне интересно увидеть все остальные пушки, чтобы узнать, какое оружие из этих для меня будет самое красивое. Эффекты пока вполне себе радуют у всех пушек, которые я получал. Хотя легендарный предмет, хотелось бы видеть в нем что-то более могущественное в плане анимации. А то он просто стоит со святым таким, и все. Я вот хотел, чтобы легендарное... Настолько там экран разорвался ими эффектами, чтобы мы понимали, что капсдец. Вот это, да, легендарочка настоящая. А там так, ну, клинки, да, под конец в один момент там парочка вылетает от этих, вот и все. Я что-то на что-то большее, видимо, рассчитывал. Не знаю, от легендарки. Надо другую выбить, чтобы прям вообще весь экран во всех эффектах был. Так. Ну, все, у нас 48-й день сейчас уже настанет. Последние зеленые динозаврики выходят. И я вот думаю сейчас пойти поменять себе обратно на наш новый топор, потому что топор к боссам больше подходит. А мы уже скоро до босса дойдем, поэтому пока что возьмем его и погнали дальше всех фигачить. А еще мы ачивку получили. Так, ага, больше криты теперь нужно делать. Если мы с вами критуем, то получается больше... Больше-больше наград можно в дальнейшем получить. Так что криты — это тема. Хотя такое ощущение, что урона... Я стал, в принципе, меньше носить. Походу, еще и у монстров броня увеличивается, судя по всему. Не, понятно, что у меня еще не раскачавшийся клинок, но такое ощущение, что просто сами монстры еще попрочнее стали, поэтому надо бы немножечко дэмэджа подтянуть, но это можно спокойно сделать в каком-нибудь данже. Мы с вами сгоняем в данж, а там набьем кучу ключей, кучу денег дополнительных с этими новыми легендарными вещами. Я прям могу вообще просто обладать всеми деньгами этого мира пока что. Хотя, конечно, если там будет какой-то 200-й день уже у нас, или 3000-й день, вряд ли оружие там 40-го дня сможет делать какие-то прям бесконечные мощные мувы. Надо будет все равно выбивать еще какую-нибудь легендарку, но, надеюсь, потихонечку мы выбьем с вами все типы, и там разберемся уже, какой подход для нас все же самый лучший. Так, ну и последние враги у нас прошли. 49-я волна. Давайте скорее 50-ю, потому что я хочу добавить себе новых друзей, чтобы получить еще больше ништячков, и, возможно, показать кого-нибудь из зрителей у нас... Вдруг кто-нибудь себя узнает, и кого-нибудь из вас добавлю себе в друзьяшки, потому что у меня есть запросы в друзья. Так, 49-й день, вторая волна. Врагов все больше, и это немножко меня расстраивает. Я хочу быстрее дойти до 50-го дня. Врагов становитесь меньше, пожалуйста, убирайте быстрее. Подумайте обо мне, сэкономьте мне мое время. Хватит выходить такими толпами, уменьшайтесь быстрее. Жалко, я за экран не могу кинуть свои топоры. Они как бы улетают за экран, но я там никого не побеждаю, к сожалению. Вот, а я надеюсь, что... Я-то хочу быстрее все проходить. Вот, да, я чисто спидранер такой. Мне нужны какие-то спидранерские приколюшки. Все, 50-й день, наконец-то мы с вами до него дошли. Это должен быть наш просто супер памятный день, потому что сейчас мы с вами сможем добавить еще больше друзьяшек, как я уже и говорил. Кстати, по поводу друзьяшек. Так, у меня еще есть Дискорд Телеграм. Там можно всяческие приколюхи узнать, можно со мной пообщаться, можно узнать о стримах дальнейших. Всяческие фоточки я в Телеграм также выкладываю, своих котеек плюшевых, например. Можете зайти и посмотреть. Ссылки, кстати, на игры я тоже в Телеграме оставляю. Поэтому давайте подписывайтесь на Телеграм, заходите в Дискорд, пообщаемся. Плюс всяческие ништячки новенькие там. Увидите, узнаете и того подобное. Кстати, смотрите, сколько у нас волн стало. У нас сейчас уже идет 7 волн. До этого было 6, сейчас уже 7. Немножечко с вами ушли дальше. Так, ну что, давайте мне моего босса. Кто? Мужик, может быть? Мы давно с мужиком не виделись. Мужик, выходи, давай с тобой сразимся. Сразимся в этом неравном бою, судя по всему. Так, нет, вышел Демонюка, который, кстати, довольно прочный, смотрите. А, он блочит мои снаряды, я понял. Так, ясно, мне нужно, чтобы мои клинки скорее развились, а то он меня просто блокирует своими фаерболами. Слышь ты, ты че такой дерзкий-то? Как я должен его обойти? Я его не могу продамажить, смотрите. Он просто своими фаерболами блокирует весь мой дэмэдж. А можно мне мой клинок снова зарядиться, и я начну просто по нему офигеть, как пробивать? Ну это издевательство, ё-моё. Это оружие вообще не подходит для битвы с ним, как я понимаю. Я не могу его ударить, я просто бью в никуда. Как мне ему нанести урон? Ты че? Как с тобой драться? Хватит бить мой забор прекрасный. Хватит! За что ты вот так? Так, и мои топоры больше не прокачиваются вообще. Ну что это такое-то? Так, ну ладно, допустим, давайте ещё заморожу. Так, давайте молнии долбану, не знаю. Всё, у меня мана кончилась, поэтому дальше надеюсь только на моих напарников-соратников, потому что они только и могут здесь наносить урон. Ну это, блин, противный босс. Я просто заблокировал все мои снаряды и всё, да? Итак, ништяки мы с вами получили и что-то новенькое открылось. Critical Damage. Новая у нас характеристика. И смотрите, у нас новый забор появился. Опа! У нас появилось вот что. Мы с вами можем делать, судя по всему, сброс прогресса, ревайнды. И с вами можем получать вот эту вот прекрасную смолу, за которую мы с вами сможем получать новые способности. Окей, этот момент надо будет учесть. И, видимо, нужно будет сбрасывать перки периодически. Но пока я ещё это не буду делать, потому что чем дальше мы с вами пройдём, тем больше бонусов потом получим. Вот в эту характеристику, как я понимаю, пока не будет такого момента, когда враги для меня станут слишком тяжёлые, я не буду возвращаться в престиж. Это окей. Так, а что у нас здесь? Пак какой-то новый появился? Нет. А, экспресс ревайнды появились. Это не так интересно. Так, мне интересно, где у меня там друзья. А, ещё ачивки, кстати, надо забрать, да? Так, сейчас я заберу. Что у нас тут подъехало? 37 гемов есть. Social Friends. Так, вот здесь. И у меня теперь... Эй, мне же обещали, что... А, то есть я за 5 гемов должен купить дополнительные слоты? Вы чё издеваетесь? Я-то думал, что я просто так смогу получить. Зато я могу поменять себе иконку на динозавра. Ну, пускай будет динозавр. Если чё, у меня ник Жумайсенба. Если вдруг вы хотите ко мне в друзья добавиться. Но, правда, у меня пока лимит, поэтому я хрен знает, как я буду добавлять, если мне не насыпят там миллиард гемов, например, в один из заходов. Так, ну, значит, давайте открывать контейнеры. Поехало, пошло. Что откроем в этот раз? Надеюсь, что-то, что радует мой глаз. Так, бумеранг меня совсем не радует. Поэтому утиль его... Утиль его отрадует. Так. Отправляем его в утиль. И также вот этот лук тоже отправляем. Погнали. Следующее. Что у нас есть ещё? Что-нибудь, пожалуйста, любопытное. Хотя бы посмотреть на новое оружие. Хочу и получаю я гранату. Которую у нас уже была не раз. Ну, ладно, вернулась. И после того, как я уничтожил, вновь она к нам вернулась. Окей, будет ещё одна граната. Так, у нас есть новая способность. Заморозка за 500. Давайте возьму. Так, вместо молнии. Что-то молния мне не сильно заходит. Так, critical damage. Или же critical chance. Или же просто урон. Давайте всё в урон выложим. Я давненько урон не бустил. Поэтому бастанём немножечко себе урон. Плюс я тут ещё что-то получил. Так, статы проапгрейдил дополнительно. 44 гема у нас есть. Но нам нужно накопить как минимум... Ну, 1200 было бы хорошо. Но вообще, 240 если накапливаем, то у нас есть рандомная легендарка. А если 160 накопим, то можно 10 кейсов открыть сразу же. Почему бы не накопить нам действительно на это? Так, ну и погнали на следующий замес. Нам нужно дойти до 60 дня, открыть экспедицию. Поэтому будем целиться мы как раз до экспедиции. Ух ты! Фига себе, скоростные. Они ещё как-то забавно разговаривают. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Как будто бы они так говорят. Но вам, наверное, особо не слышно. Потому что я перебиваю. Как бы я, знаете, я такой вот чувак, который не затыкается. Если впервые меня видите, слышите, то да, я практически не затыкаюсь себя в роликах. Так уж я привык вести. Поэтому вот такой вот я болтун. Хотя как-нибудь по приколу... Прикола ради надо бы сделать какой-нибудь суперспокойный ролик. Где я максимально лениво буду разговаривать. И они такие, это кто? Мы его не знаем. Верните кристалла. Так. Ну что, последняя волна у нас. Не последняя волна, точнее, последние грибочки выходят. И на следующий день перескакиваем. Вопрос, насколько больше престижа становится за каждый пройденный уровень. Вот я до 55 дня пойду и посмотрю, сколько нам поинтов прибавится в наш престиж. И тогда уж я буду думать о том, что действительно надо бы престиж использовать. А то застрянем на какой-нибудь волне. И окажется, что пройти дальше не сможем. Но я все равно буду подфармливать вне серии. Становится мощнее. Если, конечно, вам это будет интересно. Если вам Days by Gone захочет увидеть еще. Я буду, конечно же, дальше фармить. Открывать всяческие приколы. Поэтому давай, лайк ставь. Это супер, мега важно. Такс. Ну, 7 волн это так много. Можно мне бонусы x2 скорости? Так уже вас... Я слишком хорош просто стал для этого. Знаете, мне так все просто и понятно. Я уже понимаю весь этот мир. Просто и полностью. Потому что я получил себе мощное оружие. И я могу просто вот так вот здесь фигачить. И как бы так все просто как-то стало. И ты такой, волны, да. Эх, опять эти монстры выходят. Зажрался уже, знаете. Получил себе оружие, которое хотел. А теперь вот зажрался просто. Лень ему с врагами драться стало. Хотя, смотрите, вот этих я не пробиваю так быстро. Ну, понятное дело, что опять же оружие еще не раскачалось. Но гарп делает свою работу главное. А если я не додамаживаю кого-то, то гарп возьмет просто всех своим этим рыбацким крючком подденет. И все, кобздец всем. А потом уже к этому моменту у меня раскачается наш легендарный топор. И все. Я единственное не понимаю, почему наш легендарный топор настолько прекрасен. Но вот этот легендарный бонус остается только до середины уровня. И все. Почему я не могу оставить этот прекрасный бонус на последнюю волну, где мы сражаемся с боссами? Там же мне это более актуально. И мне больше это нужно. Но почему-то всегда на боссах мой топор превращается в самый обыкновенный. И это заставляет меня грустить, к сожалению. Тогда я начинаю думать, что не такая уж у меня легендарное оружие, а оно и легендарное. Я еще интереса ради хочу вернуть свой Скайсейбер и пофигачить из него снова. Посмотреть, может быть, мне даже с ним комфортнее. Я когда прокачки сделал, даже не посмотрел, насколько он хорошо фигачит. Поэтому на 56-м дне мы с вами попробуем взять снова Скайсейбер. Я сравню его с легендарочкой своей. Потому что такое чувство, что как будто бы я как-то себя увереннее чувствовал, когда у меня был Скайсейбер, который гораздо слабее. Но, возможно, мне просто так кажется. Кстати, давайте еще магию проверим новую. Вот теперь вот так вот я могу заморозить, да? Отлично. Теперь у нас есть массовая заморозка. В случае, если я не смогу контролировать кучу противников, то мы с вами можем взять вот и всех придержать на 3 секунды, по-моему, на одном месте. Так. Ну все, закончили день. Прекрасно. Так, и 55-й день пошел. 55-й день. Дай мне мужика. Мне нужны контейнеры. Ничего не знаю, да. Давайте. Быстренько слизни все эти дракончики. Вы мне не важны. Мне нужен мужик. Вот этот вот, который контейнеры с собой таскает. Тоже носит один с собой прекрасный контейнер, который потом можно превратить в два и попробовать открыть еще что-нибудь любопытное. Все, максимум. Кстати, если вдруг вам непонятно, как работает мой прекрасный клинок, короче, вот середина наших волн, это максимальное время... Пиковая мощь, как бы середина дня. Тогда наш топор становится максимально жестким. А вот конец дня, это уже, считайте, такая ночи для нас. И там все бонусы пропадают. И больше они не активируются. Поэтому на боссе я нифига не имбовый становлюсь такой. И это грустно, капец. Я хочу всегда фигачить этим ультратопорами. Но, к сожалению, вот так вот. Даже он грибочек. Грибочков довольно сложно стало пробивать. Надо шанс крита, наверное, себе поднять. Плюс дэмэдж. Ну что, кто меня сегодня встретит? Так, мужик! Так, мужик, наконец-то ты пришел. Мы по тебе соскучились. Ну, я, по крайней мере, точно соскучился. Поэтому охладись, пожалуйста. И еще охладись, пожалуйста. Отлично. Прекрасно стоишь. Дальше стой на месте. Не трогай мой стальной новый супер с забором. Блестящий. Не царапай. Его еще никто до этого не трогал. Пожалуйста. Так, мужик. Все. Куда ты улетел? Я его приморозил. Он еще при этом улетел. Все, мужик, отдай коробку. Мужик, отдай коробку. Спасибо, мужик. Спасибо за коробку. Спасибо за бонус. У нас, кстати, при этом еще и больше урона наносит даже не гарп, а Грег наносит у нас больше урона. 9000 нанес. Нифига себе. Он неплохо оказывается. Я-то что-то у него было меньшего как-то мнения, да? Так. О, новая магия. Деутерономи. 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 Я не знаю даже, как это читается. Два, короче, луча будут фигачить по врагам х3 урона в течение трех секунд, судя по всему. И будут замедлять наши цели на 50%. Допустим. Так, но пока меня интересует новый контейнер. Поэтому погнали открывать контейнеры! Контейнеры! Смысл жизни в контейнерах! Если не контейнеры, то... Ты никто. Открывай контейнер, будешь все. Так, продаем зарубин. Открываем новый контейнер. Поехали. Так, что нас здесь обрадует? Нас сегодня... Обрадует... Кливер, конечно же. Что ж еще могу выпасть, как не Кливер? Легендарку я вообще-то жду. Легендарку и бог рандома. Я легендарки жду. Можно мне всегда легендарки? Спасибо. Все. Я же в следующий раз жду легендарку. Если нет, то дизлайк-отписка, не знаю. От бога рандома. Поэтому мне тогда будут только одни Кливеры падать и все. Так, у меня 6000 денег есть. И я, наверное, продолжу бустить пока что... Либо проджектайлы увеличить, либо... Дэмэдж. Давайте дэмэдж, наверное, качну. Так, и давайте чисто заценим, как работает Скайсейбер. Мне почему-то такое чувство, что его пульсация, которую волнуем и стреляем, дамажила больше. Но, возможно, мне просто так кажется. Поэтому сейчас проверим. Так. Тысяча урона. Слушайте, ну он реально больнее бьет. Вот ничего не знаю, но он бьет больнее в разы, чем любое наше оружие. И он постоянно бьет при этом. Я думаю, что боссы вообще должны в кашу превращаться с таким дэмэджем. У нас одна волна вылетает при этом. И такое ощущение, что урон не делится. А он как будто бы все четыре снаряда в одной волне летят. С чем вообще легендарка нужна, когда у меня есть вот такой вот прекрасный Скайсейбер, который с первых дней одамажит как не знаю что? Ну да, конечно, вот с этими голубенькими динозавриками немножечко сложнее. Но зато здесь пробивающие урона сквозь. И, например, те же слизни, они просто максимально страдают. И они появляются, и тут же все исчезают чисто с одной волны. Я пока что останусь, пожалуйста, Скайсейбером. Я хочу дойти до босса и посмотреть, конечно, как он себя на боссе покажет. И тем более у нас, кстати, 60-й день, будет открытая экспедиция, будет что-то новенькое. И я еще забыл, кстати, посмотреть по поводу того, что нам... Сколько нам престижа будет давать новая вот эта вот тема за каждый день. И до этого на 51-м дне у нас вроде открылось, или на 50-м не давало 100 престижа за обычные дни. Вот теперь мы больше прошли, и сколько мне теперь дадут, вот любопытно. Надо посмотреть, до какого момента я смогу с этим мечом, например, продолжать сражаться, чтобы в конце сделать престиж. Или, если вы, конечно, мне в комментариях подскажете, может быть, скажете, что надо делать престиж уже сейчас, то, может быть, я его и сделаю. Так, середина дня, 57-й день, да? Опять невидимые динозавры гребаные, которых... Которые продлевают наши волны по максималке и не дают им начаться раньше. Так, о, господи, это слаймовый просто какой-то рай. Чего вас так много-то? Опять динозавры вылезли. Не-не-не, обратно к себе вернитесь, пожалуйста, не выходите больше. Или в свой инвиз не уходите. Просто гуляйте, наслаждайтесь, я вас отправлю в другую игру. Вот. Если вдруг вы не знаете, мы не уничтожаем существа. На самом деле, по лору этой игры мы уничтожаем эти динозавры, как и отправляем их в мир юрского периода, конечно. Вот. В фильм или в игру, не знаю, там сами решайте. Но, короче, вот, мы никого не убиваем, поэтому я делаю добро. Только делаю добро в этом мире. Слаймы у нас в Слайм Рейнчер отправляются. Грибы там, может быть, в Марио какой-нибудь еще отправляются. Не только в Геншине, вроде грибы есть. Где еще есть грибы? Я мало игр, знаю, где есть грибы. Первое, что в голову приходит, только говорю. Я даже не могу вспомнить реально, как много есть игр, где есть грибы. Давайте устроим в комментариях челлендж, кто напишет больше игры про грибы. Чисто, кто из вас самый крутой грибник будет, узнаем. Я уж явно особо не знаю. Что-то вообще ничего в голову не приходит. Даже флешек особо не помню, где прям было бы много грибов. Ну, типа прям монстров грибов. То есть не просто грибы, а именно монстры, как бы грибы. Грибы-то везде можно, наверное, собирать. Ну, во многих РПГ. Вот, чтобы прям монстры грибы были. Так. Ну, тем временем, пока мы про грибы рассуждаем, у нас уже 59-й день. И с 60-го у нас должна бы открыться экспедиция. Давайте сейчас быстренько пройдем этот уже 59-й день. Всех скорее завалим. Так. Я уже начинаю думать на то, чтобы кидаться во врагов фаерболами, чтобы быстрее все эти толпы выносить. Но пока вроде... Пока вроде сносно еще. Пока вроде всех уничтожаем. Вот бы скорость атаки у нашего Скайсейбера поднять. И вообще была бы имба просто. Ну, понятное дело, почему он не настолько быстрый. Я просто реально просто дезинтегрировал бы всех и вся, и все. Так, еще кто-то там вылез. Почему? А, зеленые драконы это типа зомби? Они звуки зомби издают. А только сейчас я бы на это внимание обратил. Это у нас зомбические динозавры. Допустим. Или здесь все просто звуки? Может, это все зомби? Хотя как-то я не думаю, что зомби должны быть с веселыми рожицами. А вот эти издают звук, как будто бы на нас бежит какая-то армия чувачков просто. Марширует точнее. Ладно, я запутался в лоре этой игры, допустим. Я посмотрю ваши комментарии. Может быть, преисполнюсь вашими идеями. И буду считать эту игру совершенно другой в плане сюжета. Потому что вначале нам говорили немножечко про сюжет. Что-то там про время, всякое такое. Что-то мы где-то затерялись, что-то забыли. Дни для нас пролетают как мгновения. И все. И больше сюжета нет. Так что нужно его самому себе додумать. Почему больше динозавров у нас прет? Почему на нас вообще все нападают? Почему мы всех вырезаем вообще и устраиваем просто резню здесь дикую? Нам никто это не объяснил. К сожалению. Так что приходится додумать самому, почему на меня все больше и больше всяких засранцев прет. Хотя если я престиж, может быть, сделаю. Мне, может, еще что-нибудь скажут. Или нужно сначала прокачать свой забор до максимума. И тогда мы поймем, для чего все это было. Так. Ну и все. Последние у нас монстрики. И теперь выходи, босс. Кто выйдет против меня? Против меня дракон. Ну, которому я, кстати, нормально отрубаю хпшечку. Только вот так вот сделаем, чтобы он на меня ничего не кастанул. Не хочу получить урон просто на ровном месте. Так, он хотел, кстати, в меня реально магией шпальнуть. Но я его чуть-чуть охладил. Так, если еще раз попытается свой огненный шар закастовать, я вот так вот сделаю. Да, вот так вот еще раз заморожу. И постой-ка ты на месте, друг ты мой. Прекрасный зеленый. Чешуястый, хотел сказать. Но вряд ли такое слово существует. Так, все. Да, можешь даже не кастовать ничего. Просто уйди. Коробку отдай. И теперь x2 бонус и снова открываем что-нибудь. И еще две коробки у нас есть. И теперь наша экспедиция должна быть открыта, да? А мне даже не показали, что я экспедицию открыл. Настолько она вам неинтересна, да? И даже сама игра даже не хочет показывать, что у нас есть экспедиция. Ну да ладно. Всех интересуют коробочки. Поэтому открываем коробочки и получаем с вами кирку. Между двумя эпическими вещами. Получаем, конечно же, кирку. Так, у нас нет места. Так, от кирочки избавляемся. Если кирку не перепутать с чем-нибудь другим и уничтожить случайно. Так, поехало. Пошло. Еще одна коробочка. И в коробочке у нас находится прекрасный бесполезный лук. Великолепно. Так. Все, удаляем. И, кстати, самое забавное, что мой скайсейбер мне больше нравится, чем галантайн. Поэтому я не знаю, что я лучше буду использовать. Зато вот легендарный список здесь есть. Можно посмотреть, примерно прикинуть и что он вообще дает. Но мы и так знаем, что он дает. Поэтому... Так. Кстати, сколько у нас престижа? 129. То есть чем дальше проходим, тем больше престиж. Поэтому лучше сделать именно престиж тогда, когда у нас будут, наверное, большие проблемы. Так, в Сошале у нас ничего нового не появилось. Так что давайте глянем, что за экспедиция. Так, сложность легкая. Окей. Так, о, здесь что-то нам скажут. Ты все еще здесь? Это было давно. Окей. Хотя и в Вайл. Я не помню, что значит и в Вайл. Так. Мы будем получать, короче, ресурсы. И за эти ресурсы, видимо, опять же сможем что-то новенькое покупать. Чем дольше будем проходить, тем будет сложнее становиться. И тем больше различных сложностей мы сможем открыть. Да, типа сейчас мы на легкой играем. Потом мы с вами... Сейчас, подождите. Господи, отстаньте своими подсказками от меня. Все, я понял. Спасибо. Дайте игру уже собрать первую косточку, чтобы посмотреть, сколько мне ресурсов за все это дадут. Я хочу хотя бы одну кость получить. И глянуть, стоит ли мне вообще фармить экспедицию. Потому что я не помню, что тут вообще дают. Какой шанс вообще косточки? У меня еще есть вопрос в том, что я вроде динозавров тут вырезаю, но пока ни одной не получил. Или здесь выйдут какие-то определенные типы врагов. Определенные ископаемые, из которых я что-то получу. Нет, пока что никто не вышел. Где кости? Дайте кость. Пожалуйста. Мы уже с вами целую минуту бьем, и до сих пор нет ни одной кости. Я считаю, что это... О, вот. Отлично, все. Хотел уже пожаловаться. Ну-ка, так. Выйдем-ка, пожалуйста. For a fit. Окей. Так, можно воскреснуть. Мне интересует просто, что за кость будет давать. Стоит ли вообще этим запариваться. Так, экспедиция. Вот. О, кстати, по пять костей можно получать билеты, руны. Кстати, руны, наконец-то, можно получать. Более крутые руны. И можно за 200 костей купить Каладболк. Легендарное оружие. Учтем это на будущее, поэтому будем фармить кости. Это не такая же бесполезная идея. В общем-то, если вам все понравилось, ребята, ставьте лайки. Больше лайков, больше Дэйс Байгона. Также подписывайтесь на канал. Заходите в мой Телеграм. Заходите в мой Дискорд. Ссылки в описании. А с вами был Кристалл. Не скучайте, не болейте. Скоро увидимся. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok